В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Переводчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. 9-7-7-7-7. Как работает горячая линия по коронавирусу в нашем городе? Твое действие. Волонтеры-инсайты победители областного конкурса. Споткнулись на аутсайдере. Футбольный клуб Саров прервал серию проигрышей. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородские школы начнут учебу в смешанном формате с 5 ноября. Губернатор Глеб Никитин пошел по стопам московского мэра Сергея Собянина и внес соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Как отметил глава региона, ученики первых-пятых классов начнут учиться очно. У младших школьников еще не настолько развита самостоятельность, чтобы полноценно учиться дома, подчеркнул Глеб Никитин в своем посте в Инстаграм. Добавив, что именно от родителей таких учеников было больше всего обращений. И для них важна возможность привести ребенка в учебное заведение. Образовательный процесс для учеников шестых-одиннадцатых классов будет организован с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Если такой возможности нет, то уроки будут проводить очно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Когда очно учатся только ученики первых-пятых классов, можно максимально грамотно организовать процесс с соблюдением необходимых требований безопасности. Такие меры уже принесли результаты в столичном регионе, пояснил Глеб Никитин. Кружки на базе школ организуют только для первых-пятых классов, для старшеклассников – дистанционно. Главная задача – сократить число детей в школах и их пересечения. Сделать так, чтобы дети не переносили вирус из семьи в семью и сократить риски заражения учителей, подчеркнул Никитин. Также он добавил, что детские сады продолжат работу. Форма обучения для профессиональных образовательных организаций и вузов определяет руководство по согласованию с учредителями. Глава региона заявил, что вернуться к привычному формату для всех классов можно будет сразу же, как только позволит ситуация. Ситуация остается сложной. Призываю всех исходить из необходимости сократить контакты по максимуму. Нам нужно продержаться в таком режиме еще какое-то время, чтобы увидеть положительную динамику. Дополнительное образование на базе учреждений доп. образования, по словам губернатора, будет продолжать работать. Однако пользователи из Сарова задают вопросы, почему тогда в Сарове закрыты спортивные залы. Почему у нас не как в Нижнем? Дети не могут заниматься спортом, тухнут дома. Поинтересовалась саровчанка у главы региона. Вопрос пока остался без ответа. За минувшие сутки в России выявили 18 648 случаев заражения. Из них 391 в Нижегородской области. В Сарове заболели еще 73 человека. Из тех, кто госпитализирован, 160 саровчан в средней степени тяжести, четверо в тяжелом состоянии. Одни не могут вызвать скорую помощь, к другим не приходит врач домой, третьи не могут купить выписанные доктором лекарства. Инстаграм губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и министра здравоохранения региона Давида Мелегусеянова разрывается от жалоб жителей. Нижегородцы, отчаявшись получить помощь на местах, надеются, что сообщение в социальной сети позволит получить помощь. Пишут жители Нижнего Новгорода, Бора, Балахны, практически всех районов и округов. А что происходит в Сарове? Как оперативный штаб справляется с наплывом заболевших? И есть ли проблемы в нашем городе? Рассказали сами саровчане. Число заболевших за сутки растет. Коронавирусные ограничения возобновляются. А власти все чаще обращаются к жителям города с призывом соблюдать меры предосторожности и не выезжать из города, и не выходить из дома без острой необходимости. Как оценивают эпид-обстановку саровчане и с какими проблемами они сталкиваются в период пандемии, сейчас узнаем. Как вы сейчас оцениваете ситуацию с коронавирусом вообще у нас в городе? Тревожная, нетревожная? Боитесь ли заболеть? Нет, я не боюсь заболеть. Болеет тот, кто, наверное, боится. Очень плохо. Очень болеет много. И многие хоть без масок и перчатки. Ну, хотя перчатки я тоже не надеваю. Ну, я брызг, купила жидкость, я ей брызг. Ну, тревожно, конечно, страшно. Столько людей умирают. А страшно самому заболеть? Какие меры предпринимаете для того, чтобы все-таки не подцепить ковид? Такие. Ну, вот в магазин ходил с маской, вот пока шла с него. Не просто плохо, а отвратительно. Если по нижнему, вот понимаете, по нижнему городу, вот сколько областей, сколько? 350-400. Вы представляете, на один саров, на один саров. Это катастрофа. Это 100 человек каждый день. Слишком много болеющих. Такого маленького городка, да? А как вы считаете, из-за чего такая проблема возникает? Ну, проблема ли это? Просто делается много тестов, поэтому и выявляется много. Мне кажется, такая ситуация по всей стране, в принципе. А сталкивались ли с какими-то проблемами, неудобствами в период пандемии, касаемо покупки медикаментов каких-то, или работы учреждений конкретных с ограничительными мерами? Ну, как бы то, что не всегда были в аптеках средства, но это, в принципе, понятно. И ничего удивительного. То есть сталкивались уже, да, с нехваткой медикаментов? А с каких? Это перчатки, маски или какие-то препараты? А, нет, препараты, антибиотики. Ну, раньше, может, было, конечно, первой волны. Пришлось два месяца дома сидеть. Тяжеловато. А так, конечно, ничего. Все эти вещи, которые должны быть, ну, вещи первой необходимости при, так сказать, данной пандемии, они уходят куда-то, может быть, налево. Или взвинчивают цены. Вот я, например, сейчас прошел четыре аптеки, ни в одной нет орбидола. Орбидол – это первейшее средство, когда все мы, как сказать, под богом ходим. Возможно, так сказать, заражение. Врач пропишет орбидол. А где его брать? То есть вопрос, чем я буду лечиться и чем буду лечить свою жену, если вдруг наставим такая ситуация буквально завтра. Покупка и в самом начале. Сейчас, мне кажется, этот процесс уже как-то нормализовался. Я полагаю, что маловато контроль у нас. Вот у нас проглашают хорошие меры, там, в транспорте, в магазине. Вот, однако далеко не везде это соблюдается, поскольку я вот в Москве это вижу. И вот когда добирался отсюда, из Москвы, вот, то, ну, как бы так, больше нужен контроль. Рассчитывая только на сознательность, я считаю, это, ну, маловато. На ситуацию с COVID-19 саровчане смотрят оптимистично. Будем надеяться, что в ближайшее время заболеваемость снизится, и коронавирусные ограничения сойдут на нет. Будьте здоровы! Опрос для вас проводили Дарья Козина, Евгения Шевцова, служба новостей, Саров-24. С апреля в нашем городе работает горячая линия по коронавирусу 9-77-77. Сначала на нее принимались звонки от тех, кому нужна была помощь в доставке продуктов и лекарств во время самоизоляции. Теперь на горячую линию можно обратиться со всеми вопросами, которые беспокоят больных COVID-19 граждан и тех, кто находится на карантине. О работе специалистов колл-центра расскажем в следующем репортаже. Горячая линия, Анна, здравствуйте. Одни хотят узнать статистику заболеваемости, другие переживают за оформление больничного. У третьих – проблемы с поиском нужных препаратов в аптеках. Ежедневно на телефон горячей линии по коронавирусу поступают более сотни звонков. Колл-центр в нашем городе работает с апреля. И это самый простой способ получить актуальную информацию об инфекции и карантинных мерах. Спрашивают и эпидемиологическую обстановку вообще в целом, да, спрашивают конкретно подъезды, заболевшие есть или нет. Но чаще всего это какие-то частные случаи, то есть не принесли постановление, открыт больничный, почему не закрывается больничный, не забирают анализы. Самые популярные запросы – выявление контактных и проведение тестов на COVID. В большом потоке заболевших медики могут пропустить человека из окружения зараженного. В этом случае обращение контактного саровчанина поможет с поиском и ранней диагностикой. У кого-то из членов семьи взяли анализы, вручили постановление, а кому-то из членов еще и не забирали анализы или не вручены постановления. То есть они не знают, как действовать, как поступить, поэтому обращаются с этими вопросами к нам. Операторы горячей линии консультируют саровчан по общим вопросам и ведут журнал звонков. Если по обращению нужна помощь специалиста, всю информацию и контакты передают в клиническую больницу номер 50 или санэпидемстанцию. Их сотрудники глубже погружаются в суть вопроса и помогают его решить. Мы хотим разгрузить наши службы, чтобы не парализовать их деятельность по телефонным каналам. Как раз в этой области и хотим помочь им в этой работе. Мы всех информируем, консультируем и если вдруг вопрос действительно важен и требует внимания, мы его адресовываем им. Передавай им всю информацию по этому контакту, телефоны и они уже созваниваются от этой службы самостоятельно сами, давая нам обратную связь, как они отработали данные обращения. Специалисты колл-центра также взаимодействуют с волонтерами города, которые при необходимости доставляют жителям продукты и лекарства на дом. Операторы горячей линии работают с 7 утра до полуночи. В остальное время звонки переадресовываются в дежурную диспетчерскую службу ГОИЧС. Обратиться с любыми вопросами о коронавирусе можно по телефону 97777. Пенсионный фонд продолжает беззаявительное продление выплаты средств материнского капитала, право на которое необходимо периодически подтверждать документами о доходе. Соответствующий закон вступил в силу 27 октября. Семьям не надо обращаться в пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Закон предполагает продление согласия семьи выплаты средств материнского капитала на второго ребенка до 3 лет, до 1 марта 2021 года. Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе. В Нижегородской области он составляет 22 495 рублей в месяц. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается городской конкурс «Доброволец Сарова». Принять в нем участие могут все волонтеры и волонтерские объединения города. Среди номинаций «Доброволец-новичок», «Открытие года», «Организатор добровольчества», «Волонтерское объединение». Заявки работы принимают до 15 ноября. Подробности по телефону 9-91-13. И в группе муниципального ресурсного добровольческого центра «Сарова ВКонтакте». Большой этнографический диктант проходит в нашей стране с 3 по 8 ноября. В этом году написать его можно только онлайн на сайте miretna.ru. Акция проходит в пятый раз. Участниками могут стать все желающие. В этом году официальные сайты задания диктанта будут переведены на английский и испанский языки. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя 20 общих вопросов и 10 уникальных для каждого региона. Время прохождения диктанта 45 минут. Затем доступ к заданиям закрывают. Сертификат участника с указанием результатов формируют сразу после прохождения диктанта в электронном виде. Футбольный клуб «Саров» прервал серию проигрышей в матче с Семеновым. Наши футболисты победили со счетом 1-2. Саровчане обыграли эту команду впервые за 3 года. 7 ноября «Саров» встретится с командой «Салют Сормовы» из Дзижинска. Матч по указу губернатора пройдет без зрителей. Сюжет об этой игре можно будет посмотреть в выпуске новостей на нашем канале. Волонтеры клуба «Инсайт» победили в областном конкурсе добровольческих команд по продвижению здорового образа жизни «Твое действие». На суд жюри «Саровчане» представили ролик, созданный при поддержке ивент-центра «Молодежного центра». Дарья Абызова из поискового кинологического отряда «Саровой» и педагога Центра внешкольной работы Вячеслава Лопашова. Подробности смотрите в следующем репортаже. «Нам прадеды своим примером о силе духа рассказали, о стойкости, о чести, вере и свой наказ потомкам дали, чтоб счастливы, здоровы были, чтоб жизнь наполнили мечтами, но мы об этом позабыли. Так что сегодня стало с нами?» Это могло бы прозвучать злым упреком, если бы не отчаянная надежда, которой пропитана каждая фраза. В исполнении волонтера клуба «Инсайт» Вячеслава Гроздова слова ветерана фронтовика превращаются в мольбу. Голос целого поколения, над которым не властны ни время, ни расстояние. Он пытается достучаться до этих ребят, своих ровесников из нашего времени, для которых жизнь – это один большой парк развлечений, в котором непременно нужно прокатиться на каждом из аттракционов, не задумываясь о цене, которую потом придется заплатить. А потом происходит маленькое чудо. Герои встречают друг друга на одной сцене, и для подростков это становится поворотным моментом. «Стать лучше! Вот наше стремление!» «Ведь нам в стране великой жить!» Заявку на областной конкурс добровольческих команд по пропаганде здорового образа жизни городской клуб волонтеров подал еще в феврале, но из-за пандемии его несколько раз переносили, а затем и вовсе перевели в онлайн-формат. Такой поворот событий добровольцев из «Инсайта» не смутил. Свою роль сыграли богатый творческий опыт единомышленники, которые всегда готовы прийти на помощь. Идея родилась достаточно быстро. Благодаря руководителю творческого объединения «Ивент-команда» молодежного центра Ольге Васькиной примерно за один день был написан сценарий, и уже на следующий день мы готовились. Ребята из «Инсайта» с самого начала загорелись идеей своего проекта. Для многих это был первый опыт участия в таких постановках, но результат того стоил. Да и сам процесс создания ролика оставил после себя не меньше эмоций. На самом деле вот из-за этой всей атмосферы, из-за того, что мы вели себя как, можно сказать, семья, было достаточно легко, мы веселились даже, и было очень интересно. Несмотря на кажущуюся простоту посыла, пропаганда здорового образа жизни – тема далеко не тривиальная. Зачастую вредные привычки – это самый доступный для тинейджеров способ социализации. Своего рода пропуск в компанию ребят, с которыми они хотят общаться и проводить время. В нашем ролике мы хотели донести до нового поколения, до подростков. То, что нужно меняться в лучшую сторону, несмотря на то, что тебя могут отвергать, несмотря на то, что могут не поддерживать твои друзья. Нужно соблюдать здоровый образ жизни, естественно. Вредные привычки нужно исключать из своей жизни. О том, что их работе присудили первое место, соровчане узнали в конце октября. На вопрос, были ли они уверены в своей победе, руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт» отвечает с улыбкой, которая не может скрыть даже маска. Если скажу, что нет, то я слукавлю. Я всем сердцем, душой верил в то, что мы победим. Вот. И так и получилось. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин